прежде чем начать новую историю я хочу дорассказать предыдущую старую дело в том что я забыл там рассказать продолжение мои друзья потребовали которые в теме знают все это да потребовали это обязательно расскажи продолжение истории напоминаю что у нас последняя непридуманная история это как мой товарищ мать а значит у него он играл в танки у него был два любимых танкиста значит толик и игорек и у него украли танки и значит толика и игорька украли и продали он очень расстраивался по этому поводу говорю что этих людей просто надо казнить кто это сделал причем там тоже не написала куча специалистов что это все брехня и никакие смс ки не приходит и вообще там ничего но сейчас может быть так эта история была больше десяти лет назад я хрен знает как она тогда там приходила не приходила и в этой истории много свидетелей практически все мои товарищи в этот момент делали умойте ремонт так вот было продолжение про которое я забыл совсем после потери ненаглядного толикой ненаглядных толика игорька мать очень разочаровался в насилии войне и он решил стать очень мирным мудрым и добрым но опять же возраст уже да уже пробитие друзья пробивать друзьям корму постоянно понимаете уже этот тестостерон не тот что раньше поэтому мать я зарегистрировался в какой-то онлайн игре я вот не помню название короче там фэнтези средневековье и там можно быть воином там каким-то значит допустим паладином рыцарем а мать и не такой он решил пойти мирным путем он значит себе купил домик коровку какой-то надел земли и он чем занимался он был мирным фермером он значит выращивал червей то есть он землю удобрял и у него там черноземье разводились черви вот и он их собирал сматывал в пучки по 10 штук и носил на рынок продавал червей покупали рыбаки у него причем он там что-то мне прям рассказывал говорит вот гид 5 червей год если отдельно то там такая цена гитая в пучок их свяжешь у них там цена на 10 процентов выше и где ты мы имеем уважение сразу вообще и вот он значит в сумках носил червей для рыбалки по связанных пучки вот значит на рынок туда-обратно постоянно курсировал и однажды он устал ну сумка небольшая как бы много не унесешь он купил себе в помощь ослика накопил на ослика то есть он там может быть несколько месяцев ходил на рынок продавал червей видите честный этот сельхоз труженик купил ослика ослика назвали максим вот потом он еще подкопил денежек купил тележечку чтобы туда запрягать ослика но оказалось что ослик был очень слабенький максимка но он маленький был еще слабенький он не дорос еще и у него например силы параметр силы ослика 3 а надо 5 понимаете чтоб он мог тащить тележечку с червями а червей в тележку мотя сказал что допустим в карманы помещается два пучка в сумку еще пять а например на тележку сразу можно 40 пучков червей положить и поэтому чтобы ослик быстрее накачался стал сильнее его нужно гонять то есть ним нужно гулять мать его выгулива он с ним бегал по кругу там по деревне бегал вокруг дома целыми днями как бы здесь важный момент что мотя старше меня что-то года на три-четыре вот то есть представьте спрашиваешь там как право выходные на работе и но мотя же человек образован он программист у него вообще технической мысли ого-го и он как-то там приспособил так хитро значит он зубочистки взял несколько штук зажал нужные кнопки выбрал нужную позицию для максимки зажал нужные кнопки и туда воткнул зубочистки и максимка бегал по кругу сам по себе автоматически и стал набирать значит нужные параметры мотя посмотрел что буквально вот он еще недели две побегает по кругу вот максимка и все он сможет тележку катать отлично на рынок вот никаких проблем не будет и будет всем вообще хорошо и все будут иметь уважение ну и как бы мотя живет своей жизнью своей жизнью максимка там по кругу бегает так как зубочистки заклинили кнопочки и к моте пришли выпить друзья и там стоят некий брын и шмыга и брын говорит о а мотя ушел подготовить значит эти как приборы для работы но сами понимаете какие приборы вот и сейчас я приду и ушел на кухню инвентарь вот инвентарь подготовить но и брын шмыги готова это что такое смотри и взял там ослик бегает по кругу он взял зубочистки вытащил и ослик такой с разбегу как побежал уже сильно уже был он быстро бегал он побежал побежал и в пропасть такой и там шмяк а дно или вообще звука не бой не свидетели говорят что мотя когда пришел прям гласил вообще он был фашисты не люди как же вы с максимкой поступаете и даже спустя годы то есть вот у нас там чатик есть до прошло года два-три после этой истории я однажды ночью просыпал утром просыпаюсь в россии у нас же раньше на плюс четыре часа до в россии еще глубокая ночь и там в чате никого нет тишина и мотя там часа два назад ну примерно там допустим в два часа ночи он писал максим и вопросительный знак а вдруг вдруг максим к вот как-то но проявится может быть он все еще с нами это вот собственно было кончание то предыдущей истории про максим q сначала был толик потом игорек и вот оказывается еще бы еще одна серьезная потеря в жизни моти это острик максим к значит теперь мы с вами переносимся в камбоджу примерно года 2002 примерно так то есть это я буквально первые годы в таиланде я у меня уже был свой хороший чоппер самодельный на базе ямаха двигатель и у меня тут был товарищ он тоже был из белгорода у него была кличка посох потому что фамилия была посохов про него была уже история как в малайзии он пригласил к себе дядю в номер думая что это тетя потому что но в мусульманских странах же такого нету чтобы там дяди переодевались стёдь и все такое но мы так раньше думали а теперь оказалось что это есть даже в афганистане ну вот с этим же другом мы поехали на мотоциклах вдвоем мотопробег значит из таиланда в анкарват анкарват это городок симриеп это в камбодже и там ребят сейчас писать вопросы смысла нет никакого я на них не отвечу никак вообще совершенно вот и там вот мы ехали 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 дорога тогда было очень очень плохая асфальтированной дороге не было дорога была грунтовая мы ехали очень долго жутко устали и приехали в городок уже в темноте значит поселились в отель в двух разных комнатах естественно выходим из отеля кругом темно и вдали кушать хочется просто страшного вообще жутко и вдали горит вывеска пицца я ну пойдем пиццу что ли поедим больше ничего нету значит приходим туда садимся нам говорят что вот вам меню заказывайте прямо сейчас потому что мы закрываемся там что-то через 20 минут мы сейчас вас это обслужим и все закрываемся мы говорим нормально мы успеем открываем меню читаем значит написано пицца но допустим пицца с солями и ананасами и сыром 15 долларов и каждая пицца понимаете с дублирована то есть пицца с курицей и грибами 5 долларов хэппи пицца с курицей и грибами 15 долларов мы сидим такие типа чё что такое хэппи я говорю блин ну ты чё не понимаешь но смотри это штандартная тема вот которая за 5 долларов это маленькая которая 15 это большая вот значит а а ну все да все так все так и есть спросили у камбоджийцев они по английски то не понимали а мы по камбоджийский по хмерски ничего не знаем они такие yes yes ok ok да 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 хорошо мы грем нам две больших пожалуйста вот мы значит нам принесли две пиццы больших мы их прям не засели за наверно за три минуты потому что были очень голодные и важный момент мой товарищ посох попил много воды а я не попил воды я пить не хотел почему-то мы пошли в отель разошлись попрощались спокойной ночи разошлись по номерам договорились что в 530 мы выдвигаемся ехать дальше в 530 утра естественно да поэтому сразу легли спать я вырубился вот значит товарищ очень сильно храпел всегда поэтому никогда не слышал будильник поэтому я всегда его в каких-то мото наших поездках будил вот я будильник всегда слышу и не храплю значит у меня срабатывают утром будильник в 500 еще темно я значит встаю одеваю штаны и иду будить товарища выхожу в коридор он стоит в коридоре полностью в облачении значит у него это мото броня на ногах на руках шлем куртка и очень красные глаза и значит он стоит в коридоре и в его номер открыта дверь я говорю нихрена себе собрался ну как бы раньше меня встал и уже весь упакованный молодец он говорит ягод еще не ложился берега почему он показывает на проем дверной говорит мужик не выходит а это это было уже после малайзии ягод и чё опять мужика в номер привел что ли он говорит нет он там сразу был я значит смотрю там никого нет но я так думаю мало ли что там за мужик и чего там какие собирается предпринимать значит действия да я так быстренько так раз выглядываю там за углом тоже нет но я уж так посмелее зашел проверил в туалете на балконе в шкафу под кроватью там мужика вообще нигде нет он говорит ну как нет там мужик не выходил ягод не мужиков точно нет ты горячо не ложился вообще он будет нет ягод вот вечером пришел открыл дверь открываю стоит мужик вот я стал думать и гречо он не выходил будет нет ягод несколько раз вглядом он там стоит я значит посмотрел с его позиции как он заходил а там значит открываешь дверь на весь шкаф полностью зеркало я говорю так это зеркало ты чё пил он говорит нет я не пил я говорю ну ладно иди ложись спать я сам поеду кататься думаю что-то странно с ним какое-то приключение но он такой немножко странности иногда выдавал думаю ну ладно и я пошел спустился на завтрак и выпил много воды это важно потому что оказывается happy пицца ребята ба с наркотическими грибами вот и и там если вода есть то она все быстро перерабатывается всасывается если нет то она может там найти на сухом желудке полежать какое-то время вот я вообще против наркотиков любых это очень вредно плохо и никому не рекомендую попался случайно в эту ситуацию я значит позавтракал попил водички выпил кофе попил там два вида сока апельсиновый ананасовый сел на мотоцикл поехал кататься сначала все было нормально потом я еду и чувствую что вот дорога пошла сначала ровно шла потом она пошла какими-то интересными волнами меня прям на мотоцикле вот так подкидывает знаете как на ралли причем у меня был чоппер никакие там не дорожники и такие горки вау вот потом мне сильно захотелось петь я пел песню очень громко и мщик поворачивая к черту этот лес какой-то не наш здесь же камня навалено здесь же елок навалено и я громко кричал припев и хлопал в ладоши отпускал руль и так хлопал помню когда приезжал к этой деревне там бабули местные с детьми такие выходили и смотрели если бы они были христианами они на крисе крестились бы но они просто долго смотрели мне вслед но я такой веселый еду думаю блин дорога классная такая такие горки прикольные но спойлер горок там нет дорога просто ровная я еду еду кричу песни вообще так здорово и такая страна красивая и вообще все супер а в то время в камбодже были как бы вот как когда-то в россии были 90 то есть там был передел всего смена полной власти значит разгул бандитизма все друг друга там стреляли отжимали все у всех все вот кстати этот период давно закончился там то есть сейчас там такого нету я проезжаю а и короче братки ходили значит у них были толстые золотые цепочки футболки спортивные штаны с лампасами там белыми красными ну короче надо было обязательно быть на спорте и они все поголовно ездили только на toyota camry исключительно вообще вот типа если ты хочешь в камбодже быть братком тебе нужна была тогда toyota camry так вот одна явно подрезала другую знаете вот так вот да значит и человек шесть наверное семь камбоджийских братков там такие коротко стриженные видно по осанке что боксеры вообще тайский бокс у на самом деле как бы из камбоджи да а еще раньше на самом деле он откуда из индии скорее всего вот они такие стоят такие серьезные руки так сложили и там что-то друг с другом перетирают я проехал мимо посмотрел и дальше такой шурую песни пою прошел минут 15 я такой думаю блин а вот я какой негодяй а ведь у людей же что-то сломалось им помощь нужна я вот так взял проехал мимо но это как-то не по-человечески совершенно я развернулся и обратно значит приезжаю смотрю они все еще стоят думаю дорогие мои сейчас я вам помогу а вот мы же во время советского союза вам как-то по я помню помогали тоже сейчас мы вам тоже поможем братки камбоджийские вы наши вот я ставлю мотоцикл и я там ну я на метров за 10 до них становился и иду к ним не спеша медленно улыбаюсь такой и один значит меня видит который ко мне лицом стоял там какие-то у них переговоры и одного так толкает и показывает на меня это дигать с ним учен сюда идет иди с ним разберись вот и меня навстречу значит один из них идет я такой прям с разгона и вот так отодвигаю сторону но они не то небольшие да по размеру и такой подхожу и говорю на английском таком ломаном ребята что случилось сейчас вам починим и стою значит начинают toyota camry вот этой поднимать этот бампер ой бампер этот как называется капот да короче говорю стою дергаешь что случилось не заводится сейчас разберемся свечи вы смотрели протирали хотя в механике вообще ноль совсем я машинах ничего не понимаю но тогда я все вспомнил сразу я там крутой механик и они такие стоят они перестали разговаривать стоят на меня смотрят молча я говорю что смотрите капот открывайте вот 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 и чё смотришь давай садись за роль открой капот сейчас я вам все сделаю сейчас поедете дальше это чего стоите беспомощные тут значит и один другому там что-то говорит тронь понь тень у них язык такой да он подходит берет меня под руку и ведет куда-то вот вдоль машины туда где двери я им говорю что а вы чё даже не знаете но я думаю что он меня ведет в кабину чтобы я сел за руль и открыл сам капот и вы чё даже не знаете как открывать это вообще ваша машина ли вы их только купили и вообще что происходит вообще не шарить и вот он меня проводит мимо первой двери подводка второй двери открывает ее и говорит на английском everything good и показывает мне я говорю ну типа он говорит все хорошо я что же у вас хорошо ребята вы съехать ты не можете вы даже не знаете как капот открывать откройте сейчас все запустим поедете он мне еще раз говорит медленно все хорошо и показывает вот так вот мне я говорю ничего у вас не хорошо вы даже не знаете вообще чего тут куда всовывать в этой машине давайте сейчас все сделаю он меня прям вот так еще берет под под руку уже подталкивает прям к входу в этот салон показывает мне двумя руками внутрь и говорит у нас все хорошо вот я думаю что у них там такого хорошего значит смотрю а там на заднем сиденье лежит где-то 5-6 автоматов калашникова я такой я реально я в этот момент стою думаю пипец меня то вот что значит хэппи пицца вчерашнего что значило хэппи почему то есть у меня там знаете сразу миллион мыслей вот почему разница была в 10 долларов в цене вот почему посоха прибила всю ночь стоял ждал когда мужик выйдет из этого и почему мне хотелось петь и у них вообще вообще машины не сломаны и тут по ходу какая-то разборка бандитская идет они сейчас это будут друг друга в лесополосе тут прикапывать и задум я попался случайно такой типа этот помощник верю а джентльмены что же вы сразу не сказали что у вас то в вас акации вот теперь я вижу что у вас действительно все хорошо хорошо все все спасибо я поехал я пошел к мотоциклу и вот суждал знаете как сейчас будут спину шмалять или нет но они как-то я смотрю никто из них не стал не смеяться вообще ничего там такого шутить это как бы не похоже на азиатов они так вот так вот стояли долго смотрели как я значит сажусь на мотоцикл потом завожу потом поехал я мимо и потом мне вслед еще смотрели интересно потом чего они между собой обсуждали ну я естественно приехал я понял по дороге должен домыслил что это все было решил что нет я больше никогда не буду пробовать никаких happy пиц потому что видите может быть все очень хорошо и после этого я приехал сразу лег спать все это мой я надеюсь первый последний опыт вообще с какими-то наркотическими грибами и со всем остальным